Друзья, с вами Юрий Дмитрий Рашенко и сегодня поговорим о подтверждении доходов. Первый вариант это когда вы получили уже РВП, отметку штампа, и в данном случае есть уведомление. И второй вариант, когда у вас есть вид на жительство, получили вы его, поставили вам отметку в паспорт и, соответственно, книжка на руках. В данном случае по истечении одного года вы обязаны в течение двух месяцев подать соответствующее уведомление. По вид на жительство и по РВП. По РВП вы должны подтвердить доход справками документарно, по вид на жительство вы там указываете сумму. То есть у нас необязательно подтверждение именно справками и каким-либо документом доходы. И третий вариант это когда вы подаете документы на вид на жительство, то в данном случае у нас есть ряд оснований, по которым, соответственно, вы должны подтвердить доход, предоставить документы. Там как альтернатива, естественно, сам распространенный это вклад. И в том числе еще есть четвертый вариант, это когда вы подаете на гражданство, вы тоже документально не подтверждаете доход, но должны в источниках дохода прописать ваши доходы какие-то, то есть указать там суммы. И вот у нас получается, что три таких ситуации, когда иностранный гражданин должен так или иначе либо указать сумму, либо ее указать и плюс подтвердить еще и какими-то справками, документами, которые подтверждают данную сумму дохода. Если мы говорим про, значит, подтверждение по уведомлениям, вот когда у вас есть РВП и вид на жительство через год в течение двух месяцев, то если вы этого не делаете, там предусмотрена административная ответственность по статье 18.8. Там штраф и даже возможное административное удворение. Значит, в данном случае вот по этим уведомлениям освобождается от подтверждения нетрудоспособные граждане, пенсионеры, лица с инвалидностью и студенты в очной форме обучения. Это мы говорим тех, кто освобождается от подтверждения дохода по данным уведомлениям. Данные лица не освобождаются от подачи уведомлений, но именно вот в части подтверждения доходов. Если мы говорим про подачу на вид на жительство или на гражданство, то в данном случае, если вы не указываете данные суммы или если мы говорим про вид на жительство, не подтверждаете это документами, справками, то инспектор имеет право отказать вам в приеме документов. Значит, что касаемо как подтвердить или чем, какими вариантами. Ну, естественно, это два НДФЛ, то есть это все, что связано с учреждением трудовой деятельности, это ГПХ, то есть договоры, когда официально есть заключенная оплата по договорам, то есть когда у вас есть заключение с какими-то организациями, с визлицами ГПХ, вот и оплата происходит у вас. Это, значит, все, что связано с 3 НДФЛ, то есть сдача в аренду, реализация имущества, передача каких-то земельных участков, автомобилей и так далее, когда вы оформляете 3 НДФЛ. То есть вам нужно как-то эти услуги прописать, то есть это может быть также оплата по договорам, где вы фиксируете 3 НДФЛ, это может быть иное имущество сдачи и так далее. В данном случае это подходит и как по уведомлению по РВП по вид на жительство, так и по подтверждению дохода на сдачу на вид на жительство. И, кстати, также можно указать источник доходов на гражданство заявления, то есть вы пишете просто 3 НДФЛ, сумма там такая-то и все, и должны инспектори принять. Не обязательно приносить здесь саму, значит, там, саму декларацию. Также еще, возможно, выплаты какие-то, стипендии и так далее, это тоже подойдет, значит, по РВП и по вид на жительство подтверждения доходов. Занятия, естественно, предпринимательской деятельностью, то есть здесь по данным по декларации, в том числе по самозанятым были вопросы. И, значит, по самозанятым должна быть справка о том, что вы зарегистрированы в качестве самозанятого и в данном случае из приложения «Мой налог». Вот, то есть такое уведомление, справка именно о постановке на учет вас в качестве налогоплательщика именно по налогу на профессиональный доход. И именно чеки, то есть выписка по чекам, которые, вот вы, вот приходит доход, приходит к вам доход, вы там, значит, их регистрируете и потом ежемесячно вы по ним платите налоги. То есть вот эти чеки, которые вы отдаете оплаты и также оплаченные налоги, все это тоже должно быть учитывается инспектором. Это также можно и приписать при подаче заявления на гражданство в источниках. Также на вид на жительство, когда вы оформляете вид на жительство, это, естественно, вклад, а по уведомлениям по вид на жительство и по РВП здесь у нас можно показать проценты по вкладу. То есть инспектор очень неохотно, вот по практике, принимает именно сам вклад. То есть вам надо сдать уведомление, вы пошли, например, открыли вклад. Инспектор может это не принять, потому что у нас в разрезениях указаны именно проценты по вкладу, которые, соответственно, должны быть ниже прожиточного минимума. И именно, и последний, да, хороший, кстати, еще вариант, на который я хотел бы обратить, это какие-то алиментные обязательства, то есть иждивение, когда вы указываете, значит, денежные средства, в том числе на гражданство, на вид на жительство, по уведомлениям по РВП и по вид на жительство, это когда вы прописываете сумму вашего близкого родственника. Например, детей или супруги, супруга, но там, естественно, должен быть доход больше, чем прожиточный минимум, то есть два прожиточного минимума, для того, чтобы у вас не было никаких вопросов. То есть, и, естественно, обязательства о том, что, значит, там должно быть какое-то заявление, инспекторы просят, что обязуюсь содержать. Вот такие варианты, альтернативы. Еще раз подчеркну, что обязательно сдавайте уведомления, не обращайте внимания на УК-274. То есть, если вы на территории Российской Федерации находитесь, то обязательно сдавайте год прошел по РВП, по вид на жительство, два месяца, чтобы сдать эти уведомления. Если за пределами Российской Федерации, то, естественно, по возможности здесь нужно въезжать в Россию и решать тоже этот вопрос по сдаче уведомлений, то есть, либо через инспектор, либо через почту России. Если вы собираетесь подавать на вид на жительство, то изучите основания, потому что по некоторым основаниям, например, вид на жительство по носите русского языка. Там не требуется подтверждать доходы. А, например, на вид на жительство по родителю, по детям, там необходимо это сделать. То есть, сначала изучите основания и альтернативные варианты. Нет работы, может быть, вклад или там иждивение попробуйте. То есть, 3НДФЛ. Если вы идете на гражданство и надо источник указать доходы, то сейчас самый, наверное, хороший вариант тоже 3НДФЛ прописать. То есть, если у вас и них нет никаких доходов. Личные сбережения тоже там могут быть учитываться. Вот, поэтому сама занятость также можно прописать. Но здесь, естественно, должна быть какая-то сумма, то есть, движение средств. Потому что в ином случае не пройдет это. Вот варианты, которые я озвучил. Я надеюсь, что здесь была информация для вас полезная. Если будут вопросы в комментариях, пишите. Всего доброго вам, успехов, счастливо.